Ну что, у нас сегодня такой небольшой бесплатный семинар на 45 минут. И тема семинара, это вечная такая тема, это HTML и CSS, что с ним происходит, куда движется мир, и в принципе, как нам к этому подходить, к этому движению. В принципе, HTML, мне он нужен или нет? Вы знаете, те, кто еще с ним не имели дела, тут, надеюсь, вы правильный ответ получите под конец занятия. И HTML для меня просто или сложно? А можно ли вообще без HTML создать сайт? Но вначале хороший вопрос, а мне HTML нужен или нет? Вы знаете, здесь простой ответ. Если вам нужны какие-то работы, связанные с сайтом, то HTML вам нужен. Если вам нет работы, связанных с веб-сайтом, с интернетом, то HTML вам не нужен. Все довольно просто. В принципе, без интернета он тоже может быть использован в локальных приложениях, но это очень частный случай. А так, в принципе, для веб-сайтов он, в общем-то, и используется. И, может быть, кто слышал, что сейчас HTML 5 идет уже, точнее, 5.3 уже версии сейчас разрабатывается. И здесь, видите, в играх, в 3D, в видео и так далее, HTML, этот пятый и последний версии, он везде, в общем-то, себя проявляет. И, в общем-то, он везде будет актуален. Но HTML 5, а у нас три уровня по поводу изучения HTML. Вот. И, в принципе, на первом уровне мы даем самую базу и практику, чтобы люди привыкли. На втором уровне мы эту базу только закрепляем. И получается, что на первом уровне люди делают небольшой сайтик. Сайтик совсем такой простенький, там, с мобильной версией, правда, тоже. Вот. Смотрим, как можно хостинг его разместить, как это все будет работать, как в интернете, чтобы он был тоже виден. Вот. А вот на втором уровне мы уже смотрим различные детали. Я сейчас буду пояснять, еще покажу, где это будет видно. И на третьем уровне мы еще идем дальше в развитие и смотрим сторонние, в том числе, технологии. У нас вот так получилось три уровня. Первый и второй уровень по восемь занятий, и третий уровень шесть занятий идет. Это у нас. Что у них? А у них в квартире газ. Вот. У них, точнее, два газа. Есть две организации, вот ВГ и В3. Консорциум В3, он изначально вообще это разработчик стандартов. Но консорциумы это дело хорошее, но они умудрились там, в общем-то, себя не очень хорошо проявить в области развития HTML. И, в принципе, другая группа, которая была создана в 2004 году, вот ВГ, она, в принципе, взяла на себя задачу, так сказать, развития HTML. И дальше у них начались терки, вот, разные терки, каждый начал тянуть от себя. Когда-то это должно было закончиться, и это закончилось в мае 2019 года. То есть, ну, в общем-то, недавно, где они договорились об взаимопоношении. Как вы понимаете, договорились на тот момент. Что будет дальше, мы с вами не знаем. Как они дальше разругаются, и то, чем будет куда дальше перетягивать, сказать сложно. Вообще, к чему это приводит? То, что вот это разногласие. Вот, ну, представьте, что одни говорят, надо писать, надо говорить творог, а другие говорят, надо говорить творог. Как вы себя будете чувствовать в этом случае? Как вы будете говорить? Вы знаете, я боюсь, что вы будете говорить, как привыкли, нет? В общем-то, перестроиться, да? И кофе, да, был он, теперь оно, типа, оно уже стало и так далее. То есть, язык перестраивается. Но стандарты здесь у нас как-то вот они единственные, в общем, языка-то, да? Там противоречий нет. А здесь получается вот такое противоречие. Вот. А это еще не интрига. Интрига заключается в том, что есть еще... А вообще, вы в интернет ходите через... Как это программки называется? Браузеры, слышали такие? Какие вы браузеры используете? Какой браузер используете? Chrome. Chrome. Вот, вот, может быть, знаете, кто-то использует Explorer, да, такой вот, слышим? Вот. Firefox и прочее, в общем-то. И, в принципе, здесь получается, что у них тоже свои отношения к этим стандартам. Так что получается, что мы с вами недавно обозначили развитие языков HTML, CSS. Языки развиваются так, а браузеры развиваются по-своему. Вот. И получается, на что тогда надо ориентироваться, в общем-то. И вот на первом уровне мы, в общем-то, самую базу даем, которые, ну, везде работают одинаково. На втором уровне, в принципе, базу развиваем, а вот на третьем уровне мы разные эксперименты. Мы на втором уровне тоже эксперименты делаем. Вот. И, в принципе, мы с вами сейчас говорим про HTML, а я просто хотел вам показать, ну, допустим, вот, ссылочка там идет такая. Вот. Вот перед вами браузер Google Chrome, между прочим. Я смотрю страничку Яндекс.Маркета. Всем все видно, да? Вот. Прекрасно. Вот. Но. А что у нее внутри находится? И в браузере есть такая волшебная кнопочка R12, вот, которая позволяет открыть вот такую панель разработчика, которую, как ни странно, первую придумали эксплорерации. Это было очень давно, Microsoft такую штуку задействовал для разработчика, очень полезная вещь. Вот. И получается дальше, что мы с вами видим, вот здесь вот, что мы с вами видим. Так, сейчас этот момент. Еще, чтобы лучше было видно, что мы с вами видим. А мы с вами видим, вот, язык HTML, саматуральный. Вот, видно? HTML. Вот. То есть, то, что браузер вам показывает, это то, что он, как он обрабатывает HTML. Вот. И, в принципе, вы здесь можете смотреть, как это все устроено, в общем-то. Но HTML занимает структурирование информации, а CSS занимается оформлением этой информации, которую вот с правой стороны вы видите. Вот. Как вы думаете, что такое слово Polar? Он, наверное, цвет, да? Цвет. Вот. И вот здесь Polar такой-то идет. Если я его отключу, ну, вроде ничего не поменялось. Если поменяю на красный. Синий. Синий. Видно? Вот это, вот эта часть. Вот это, да? То есть, в принципе, я могу вот так вот исследовать страницу, смотреть, как, что на ней организовано. Вот. И, в принципе, я могу даже здесь как-то повлиять на эту страницу. И, например, могу влезть сюда. Вот, мобильные телефоны. Вот, мобильные телефоны. Могу здесь поменять, там, не мобильные телефоны. Вот. Они стали сразу не мобильными телефонами. Вот. И, в принципе, это все основано на HTML. Вот это все. Вот. И что интересно, получается, что прошло много-много лет, а основой для построения сайта по-прежнему является HTML. Меня немножечко это удивляет, пока ничего нового не появилось. И получается, поэтому, что как-то вот без изучения HTML и CSS нам деваться, в общем-то, некуда. Вот. Но тут возникает другой момент. А как его, в общем-то, лучше всего изучать? И вот, смотрите, идет вот эта страничка. В принципе, вот эта страничка, я даже вот такой скриншот сделал. В принципе, ее можно разбить на отдельный раздел. И сейчас на HTML вам покажу, как это делается. Я задействую такой замечательный редактор Brackets. Вот. И воспользуюсь очень приятной штучкой, которая позволяет сразу сгенерить вот такой код. Вот. И то, что мы с вами сейчас видим, это как раз и есть HTML. Вам, наверное, не всем понятно, что здесь, что означает. Но, грубо говоря, это body, это тело документов. Тело, это понятно? Тело. Да, тело понятно. Ой, вы знаете, я как-то встретил очень занятную вещь. Я встретил HTML на русском языке. Так, да. Да, это, по-моему, было на 1 апреля, журнал «Хакер», как много лет назад. Как бы он выглядел. Но это был бестселлер тот еще. Повчитать, не покатываясь, задорно отдыхал, наверное, по тем временам. А здесь нечего переводить. Дело в том, что это команды идут. Это команды. Эти команды, они не переводятся. Нет, не предусмотрены, потому что смысла в этом нет. Потому что здесь все и не переведешь, в общем-то. Вот. Итак, это тело. Вот я напишу это тело. Вот. Итак, вот это тело я сейчас посмотрю в браузере. Вон оно тело. Видно? Прекрасно. Теперь, это тело я теперь хочу сделать крупным. И для этого в HTML есть теги. Теги записываются вот таким образом в угловых скобочках. Это тело вот здесь началось, а здесь оно закончилось. Этот заголовок сформировался. Посмотрим, что в браузере. Заметили? Вот. И дальше в этом теле есть здоровый дух. Но здоровый дух я сейчас делаю заголовочком чуть поменьше. Заметно? Заметно. Вот. Итак. Ну, духа поменьше, чем тело получается у нас. Ну, пусть так будет. Вот. И вы заметили, я вот так дальше могу формировать вот этими командами вот такое вот наполнение страницы. И, в принципе, HTML этим и занимается как раз. То есть он вот эту информацию структурирует. Это понятно? Вот. В принципе, на первой части мы как раз эти вещи изучаем. И, в принципе, как это сложно, не очень так кажется вообще. Можно понять понимание хотя бы. Вот. Вы знаете, как ни странно, бывает такая ситуация, что у слушателей, вот, начиная с этого момента, понимание и завершается, в общем-то. Как ни странно, да. То есть, в принципе, вроде бы все понятно, да, вот так вот. Но человек пытается представить в виде электронов, как это все происходит, и для него все это очень усиленно усложняется. Он не понимает, как электроны там вижутся от этих тегов, и он выпадает в транс, к сожалению. Здесь надо немножечко абстрагироваться. Это команда браузера. Все. Как работает браузер внутри, это пусть он сам разбирается, да. А мы просто должны эти команды ему дать, чтобы вот он все отработал. Вот. Наверное, вы догадываетесь, что есть такой H3, который будет чуть меньше тоже. Но здоровое тело, здоровый дух. Что еще у нас здоровое может быть? Здоровая пища. Здоровая пища. Ага. Пища. Вот. Сейчас посмотрим. Да, у нас будет здоровая пища, а она, видите, поменьше стала. Вот. Но вы заметили, что оно вот так вот размерами все уже выверено идет. В принципе, это то, что стандартно выверено. И в CSS, точнее так, и в HTML долгое время, в принципе, все оформление надо было прямо здесь сделать. А потом придумали вот такую вещь. Я могу сделать отдельную стилевую часть. Вот. И здесь, что H1, видели, H1, да? Ниже. А что H1 у меня будет color red, например. Вот. И таким образом получается, что сейчас, что я сказал браузеру. Все H1 сделай красного цвета. Сколько у меня H1? Один. Сколько H1 элементов? Один. У меня один элемент H1. И он стал красного цвета. Видно? Вот. H2, а какой мы сделаем? Синий. Блю. А пищу зеленую? А пищу зеленую? Да, здоровую. Пищу она зеленую должна быть. Вот. А дух синий будет. Вот. Кстати, видите, он постоянно мне говорит по поводу перевода. А почему? Потому что сейчас принято для языка указывать язык написания. Вот. А что им или сам по себе язык. Ну, видите, здесь идет такая формулировка. Lang равняется en. То есть это браузер видит английский язык. А почему? Надо, наверное, пользователь перевести. Да. En – это English. А мы говорим ru. Чтобы он не пытался нам переводить. Сейчас он чуть-чуть сам. И вот он обновился и уже не... Так. Мне не предлагал мозг. Здоровый мозг. Это аж 4 можно сделать. Вот. И таким образом я, видите, могу это все раскрашивать. Но. То есть получается, h1 действует на h1. h2 действует на h2. h3 действует... А h3 у меня нет. Значит, ни на кого не действует. h1 я хочу сделать крупнее. И вот здесь тогда я дописываю еще одно... Вот это называется свойство. Вот. Это свойство будет у нас font-size. Это размер текста. Ну, допустим, он будет у нас там 300%. Это что означает 3 раза больше, чем обычный текст. Ух. Здоровое тело. Здоровое. А дух у нас будет здоровее, чем тело, как вам кажется? А вот тогда такой вопрос. Ничего написали через срочки и не закладывали никакого размера. А размеры всеразных случились почему? А дело в том, что... О, здоровенный дух, да? Дело в том, что уже заложены все размеры заранее. Все вот этим элементам соответствуют свое оформление по стандарту. Вот. Вот. Да, вот это... Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть в стандартах прописано, как браузер должен показать. Какого размера, как чего. В стандартах все это указано. Я поэтому говорю, битва стандартов. В одном указано одно, а в другом указано другое. Что делает создатель браузера? Наплевайте сделать по-своему. Отличный вариант. Экспорт, как и делал всегда. В микрософт смысле. Вот. Нет, ну все-таки какой-то очень здоровый, поэтому я сделаю 200. Вот, конечно, дело хорошо. И вот таким образом я, в общем-то, могу размечать свой код, в общем-то, и так сложно, не очень. Ну, я просто знаю, что ты знаешь. Ага. Не, вообще, я немецкий знаю, английский не знаю. Я из этого как-то бесплатно. Здесь английский, видите, такой, в общем-то, здесь английский, знаете, здесь другая проблема возникает. Вот вы видите H1, H2. Да. Видите, да? Вот. Как вы думаете... И логика понятна. А как вы думаете, сколько там всего элементов таких? Есть предположения? Ну, нет, это вы чуть-чуть загнули. Да, сейчас, меньше. Сейчас. Есть такой сайт htmlbook.ru. На русском языке сделано. И вот здесь теги HTML идут. Вот они. Ну, их меньше сотни, на самом деле. Но, конечно, вот досконально знать работу всех тегов, ну, в реальной жизни вряд ли это кому актуально. Но половину тегов приходится знать точно. Поэтому около 50 тегов вы должны знать, как они работают, чтобы не лазить в постоянную справочник, как все написать там. Конечно, профессионалы знают больше в этом отношении. Вот. Но это было HTML. А то, что вот здесь я давал, вставил вот это, вот это пошел CSS. И по поводу CSS здесь ситуация куда более веселая. Если можно назвать веселым. Покажу вам. Вот это CSS пошел. Вот. Ну, не знаю, показалось вам больше, чем HTML или меньше. Но, в общем, свойств вам такое впечатление, что больше, чем тегов HTML. Здесь знать их немножечко сложнее. Потому что написание здесь зачастую... Вот такое, да? Запомнить такие страшные моменты. Вот. Они есть довольно длинные, в общем-то, свойства. И, конечно, все опять-таки знать здесь довольно сложно. Вот. Ну, множество свойств приходится осваивать. И поэтому получается, что на первой части курса у нас человек должен вот в это погрузиться. Он должен понять объем беды. Вот. И, в принципе, привыкнуть к этим тегам. И, в принципе, вы знаете, здесь, как привыкнуть, только практикуюсь. Поэтому здесь единственный вариант – это практика. Вот. И поэтому здесь, знаете, есть такой момент интересный по поводу обучения HTML. В группе обучения, вот, как вы сейчас сидите, да, вот, представьте, группа так сидит, да, это все замечательно, все хорошо. Но здесь такая проблема. Все работают со своей скоростью. И в HTML – это, пожалуй, единственный курс, где я испытываю такую проблему регулярно, что есть люди, которые, ну, тупят. Бывает такой, человек тупит. Очень многие с нуля пришли, надо сказать, но бывает человек тупит. Он хороший, он умный, он отличный, товарищи, там, может быть, друг и так далее. Но он тупит просто. Ну, мозг тормозит, ему надо перестроиться сюда, да. И тогда возникает какая-то нехорошая ситуация, потому что он уже задерживается, в принципе, а дальше что получается? Группа-то должна идти дальше, а он не понял вот этого момента, да, что тогда делать. Вы знаете, я всегда говорю, если вам что-то непонятно, вы не стесняетесь спрашивать. Потому что если вы не спрашиваете, преподаватель считает, что вам все понятно. Если вы что-то делаете, то вроде бы у вас все получается, значит, вам все понятно. Логика простая у преподавателя. То есть, когда я вижу, что человек что-то делает, у него получилось, да, великолепно все. А если вы делаете, но вам непонятно, и потом вы ближе к концу курса говорите, вот я сделал, но мне ничего не понимает, что это такое, да, то мне очень сложно понять, в какой момент. Вот, ну, просто, нет, нет, диритуально очень дорого стоит. Я имею в виду, что подходят. В принципе, постарайтесь от преподавателя добиться того, чтобы вам было понятно, предельно понятно. Дело в том, что преподавателю не проблема объяснить по-разному это, показать по-разному, разный сюжет показать. У всех мозг по-разному, так сказать, действует, когда видят вот эти команды, и все по-разному, так сказать, мысли. Кто-то вот этот командный язык, он просто не воспринимает. Можно ли сказать так, что это дизайнеры, например, художники, и вот эти команды, они, знаете, для него, что вот так написать, что там, что написать А, там, что написать А1 и так далее, для него это одно и то же. Да, у него как бы все это один фиг. А здесь же машина, она штупая до невозможности, а если правильно писали, она не поймет ничего, как-то, почему она не работает. И человек там по десятому разу делает эту ошибку, потому что он не обращает внимания, что это ошибка. И опять вот смотришь, там проблема такая вот. И вот с этим, как раз при изучении HTML, это типовая ситуация, все должно быть строго. Те, кто программирование изучает, тем, конечно, и которые помнят еще это дело, тем проще, потому что там тоже аналогичная ситуация. Но довольно многие изучали программирование, вебинар, а вы изучали программирование кто-нибудь? Кто-нибудь что-нибудь помнит из этого обучения программирования? Вот. У меня тоже есть сомнения на эту тему. Вот вот. И получается, что когда вы изучаете программирование, вы там к команду привыкаете и так далее. А потом вы все забываете, вас другая информация выдала совершенно. Вот. А HTML, в принципе, он вас возвращает к этой системе команд. Но можно ли сказать, что это вообще язык программирования? Какой язык программирования? Это язык описания. Вы знаете, это описание, типа вот вы список вещей, что взять с собой в поездку составляете. Вот это, в принципе, на это очень похоже, кстати говоря. Вот. И получается, что к этому надо подходить не как к программированию, а как к описанию. И именно вот описательные теги, вот так вот и потихонечку к ним привыкать. Как на содержание. Да, вот. Но здесь, смотрите, вот это как содержание получается, а вот это пошло оформление. И вот здесь вот так оно разделено. Здесь мы в HTML, вот здесь мы содержание описываем, структуру, а здесь мы уже описываем вот это все, как будет выглядеть на экране. Вот. И получается дальше, что я могу дальше писать довольно сложный код. И если посмотреть, например, ту же самую страничку, вот эту вот, вот этих мобильных телефонов, то у меня вот такой вопрос. Вот если вот я вот так вот покажу, например, вот как бы вы структурировали вот эту информацию чисто визуально. Вот смотрите, давайте так. Вот сверху шапка идет, да? Шапка. До какого момента идет шапка, как вы думаете? Ну, можно сказать, до картинок. До картинок. Вот так. А на самом деле не совсем. Смотрите, шапка это, по сути, знаете, постоянная такая часть сайта, которая везде будет присутствовать. И получается, что вот эта, она, ну, практически везде, да? А дальше пошло уже наполнение именно этой страницы. И вот она пошла вот так вот. В этом наполнении. Шапка, которая меняется? Да. А это не является шапкой. Ну, в принципе, так проще всего рассуждать, да? То есть там константа, это шапка. Сверху и там подвал внизу, такие постоянные части. Вот. И дальше идет вот такой вот здесь, вот такой элемент. А как бы вы эту штуку разделили бы? На какие элементы? Еще раз вопрос. Теперь вот в этой раме выезжаете. Спрашивайте, что есть шапка. Как структурно вот эту штуку разбить теперь? Посмотрите, вам видна навигация вот здесь, да? Увиден заголовок. Да, вот эти моменты. Вам и видна еще здесь навигация. В принципе, по большому счету, можно считать, что это вот такой раздел пошел, да? Вот. А дальше как? Нет, как разделить? Вот визуально, что вы видите? Какие разделы? Но, смотрите, у вас, вам видно, что здесь две колонки вообще-то ниже идут? Две колонки, ниже двух колонок. Поясняю. По структуре, да. Это первая колонка, понятно, да? А это вторая колонка. Сейчас понятно, что я имел в виду, да? Вот это структурирование. Вот этим занимается как раз HTML. И грамотно структурировать, это означает уже вы потом грамотно все построите. А вот левая часть, как бы вы теперь дальше структурировали бы? Ну, наверное, вот так вот. Это первый ряд пошел, да? Это второй ряд. Да. А в первом ряду? Сколько элементов у нас есть? Пять. Пять. Раз, два, три. Получается все национально. Да. Вы поняли? Это все, вот вы живете в доме. Да? Я понял. В доме подъезды. В подъездах этажи. На этажах квартиры. В квартирах комнаты. В комнатах кошки. Кухонокошка, блохи. Нет, ну, нет. Как детские книги, вот эти клеи, вот так отдельно, картиночки, да, на каждом уровне. Ну, это вот скорее не детские книги, а знаете, больше похоже на шкаф, шкаф, где у вас, вы с отделением, с такими, да. Но ведь я на пять элементов разделил, вы чувствуете, что эта штука еще мы делим на три части, да, картинка, цена и вот это вот, да. Понятно? Вот этим, вот этими вещами занимается HTML как раз. И он вот это все как раз структурирует вот эту информацию. А вот как все это будет выглядеть, занимается цена. И в принципе, я сейчас вам покажу. Например, идет вот такая конструкция. Помните, я прямоугольнички рисовал, да? Вот это div элемент. Он как раз, это как раз div. Ну, короче говоря, раздел. В этом div находится шапка, видно? Навигация. Потом пошел вот этот вот карточки. Карточки, карточки. Ну, товары. Вот эти вот, да, товары. И пошел, это самое, здесь еще пошел боковая панель, правая панель. Вот, та панель, которая здесь была. Карта. Да, да, да. Там слово карта была. Вот это вот, магазин на карте, да? Вот это вот такая структура. Вот. И вот эта структура, вот обратите внимание теперь, что div идут, потом хедер, шапка, nav, навигация, main, это все это элементы HTML. Но, во что и были, вот эти элементы новые, header, nav, они, в общем, во что и мыль 5 появились, и сейчас, конечно, во все их используют. И, в принципе, тоже к этому надо привыкать. А так, в принципе, они, ну, очередные элементы. Вот как div, так и эти. Просто они, я могу там их оформлять, и они там со своими нюансами работают. А вы заметили, здесь еще такая штука класс. Видно? Да. Видно. Для чего он нужен? Ну, смотрите. Вот идут divы. Ну, как их различить друг от друга? Вот я хочу вот этот div сделать таким-то, а вот этот div сделать другим-то. И тогда я могу дать ему название. Вот представьте, у вас ящики стояли, а вот эти вы на них наклейки налепили, да? Вот его я налепил наклейки. Вот. А теперь я могу к этим наклейкам, в общем, привязаться. А каким образом я могу привязаться? Я могу, например, взять стилевой отдельный файл. И вот, вы, может быть, помните, там были такие названия. Врапер такой вот, хедер такой. И вот эти свойства пошли. Высота. Я сейчас вот так сделаю, чтобы было красиво. Ширина видно. Высота. Бэкграунд. Вот такие свойства. CSS пошли, они занимаются оформлением. Вот. Если я как бы просто вот этот файл показываю, то есть он никак у меня не... То есть я пока без стиля его смотрю, он у меня вот так выглядит. Как видите, так достаточно грустная картина, да? Вот. А CSS позволяет мне добиться вот такого представления. Я сейчас подключаю ту стилевую часть. И сразу картинка сильно поменялась. Вы не находитесь. Только что была пустая картинка, пустая. А теперь оно вот так вот смотрится. Вот. Ну, за это отвечает вот этот набор стилей. И здесь смотрите, что получается по поводу вот этих стилей. Дело в том, что... Как идут вот эти блоки. Как у них в оригинале идут. Вот так они идут, да? Так вот, вот так вот. Так вот и вот так вот. А как тогда это можно сделать? И вы знаете, здесь интересный момент. Дело в том, что мы с вами знаем слово браку. Браузер, да? А вы знаете, что браузеры бывают разных версий? Знаете. И вы знаете, что есть такие старые браузеры, да? И старые браузеры не поддерживают новые элементы. Новые браузеры поддерживают новые элементы. Как вы думаете, стоит ли использовать новые элементы тогда? если старые браузеры не поддерживают так оттуда следует простой вопрос а кто ваши пользователи ожидается ли что это пользователи те которые будут использовать старый браузер и вопрос к вам как вы думаете какие сайты могут использовать в том числе очень старые браузеры поисковые конечно же самые популярные поисковые системы это даже и не обсуждается вот эти вещи и туда заходит самым разным браузер кстати эти поисковой системы с удовольствием собирают статистику то к ним заходят и потом с удовольствием делится конечно поисковая система конечно если вы там заходите на сайт там какого-то новомодного магазина об обувного или еще что-либо туда вряд ли пойдут гламурные дамы со старыми браузерами, они пойдут с новыми айфонами туда, да, в принципе, и так далее, с новых замечательных макбуков или там других макбуков, вот, и так далее, и поэтому, конечно, там аудитория будет соответствующая, то есть мы должны знать свою аудиторию. А если это справочная система или, например, система госуслуг, может туда человек со старым браузером зайти? Наверное, да. И, наверное, должна где-то вот, ну, да, совсем-совсем со старым я сомневаюсь, потому что компьютеры столько не живут вообще, сколько старые браузеры, но, в общем, должна быть какая-то граница. Сейчас вроде бы как Explorer 10 объявлен границей, ну, а Chrome обновить ничего не стоит до последней версии. Всегда была самая большая проблема с этим Explorer. Вот. И поэтому, получается, какие приемы-то использовать? И, в принципе, есть разные приемы, как это все можно смакетировать. И здесь вот это вы можете обратить внимание на вот такую штуковину, естественно, я найду. Вот такой вот float. Float – это плавающий элемент, и он позволяет как раз элементу вот так вот разместиться не сверху вниз, а рядышком. Он разрешает вон на такое размещение. Вот. И тогда я могу с помощью вот этих float-ов разместить вот эти объекты вот в таком духе, ну, вот так вот размещать. Кстати говоря, я могу этим объектам замерить, в общем-то, разные. Ну, и я сейчас задам, например, 170 пикселей этим элементам. Видите, они вот так вот стали. Ой, 170, наверное, совсем мало. А нет, это этому вот так, это вот этим 170. Вот. То есть я могу размеры эти определить, и вот они становятся вот так вот, а может быть вот так вот. Вот видно? То есть они вот в таком духе, сейчас скажу, чтобы синий рамочек не было. Вот так они распределяются, в общем-то. Вот боковая панель, правая панель у меня сползла, где-то я там с размерами неправильно задал. Она сюда не влезает, поэтому она падает вниз. Вот. Здесь надо сайта 150 задам, на это тогда влезет. Вот, влезла она с правой стороны. Вот видите, вот так вот оно все идет. Вот. Но если не влезает, это все рушится вниз. И вот этот вариант макетирования, это мы как раз смотрим на первом курсе HTML. И этот вариант, вот эти флоты, вы уже запомнили, наверное, что эта штука называется свойство флоты. Это с помощью CSS все делается. Вот. Этот вариант, в принципе, сейчас до сих пор используется, как ни странно. И, в общем-то, даже очень известными фирмами типа Microsoft. Вот. Как вы думаете, у Microsoft есть задача ориентироваться исключительно последней версии браузеров? Или они лучше будут ориентироваться на всех? Вот. Вот. Я не на последней стороне. Нет. Нет. Мы сейчас зайдем на Microsoft. Вот. И вот обратите внимание, вот они элементы идут, да? Вот они как раз. Вот так все сделано. Это называется адаптивная верстка. Видно, как она перестраивается, да? Вот я экран уменьшаю. Вот. Видно? Это называется адаптивная верстка. В принципе, это сейчас стараются на всех сайтах так и делать. Стараются. Не у всех получается, но стараются многие. Вот. 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 Сейчас мы посмотрим, как у них элементы, вот это, с помощью какого свойства. Я сюда навожу, сюда щелкну. Вот. И посмотрим, что у нас за свойства здесь достались. Вот. Итак, что мы здесь видим? А мы здесь видим, мы здесь видим, мы здесь видим. Опа. Видно? Float. Float. Я могу попробовать сейчас это свойство отключить. Его здесь надо искать. Float left. Это он, не он. Может быть, все. О. Я отключил это свойство и все рухнуло. Как видите, вот так вот, да? Вот. То есть у них все на float вот так вот сделано. Вот. Но, еще раз повторю, это старый прием. И, в принципе, вот мы на первой части отлаживаем вот эти старые стабильные варианты работы. Они везде абсолютно будут работать. Вот. Но, сами понимаете, все это развивается и появляются новые средства макетирования. И теперь, в принципе, вот эти вопросы макетирования, они, конечно, в CSS отражены по-разному. Там есть разные решения. Но от низ последних решений это вот такое. Свойство называется оно flex. Вот. И идея такая. Вот у меня есть контейнер, в нем есть элементы. Я контейнеру говорю, что он flex. Гибкий контейнер. И он сразу начинает воспринимать элементы как, как я скажу, как ряды, как колонки. И, в общем-то, это я как задам. Вот. По умолчанию, естественно, как колонка. И что у меня получается? Для большого контейнера, main, который содержит у меня левую и правую часть, задан display flex. И для массива картинок тоже задан display flex. Вот они, вот эти свойства. Display flex. Вот. Я сейчас подключу этот файл сюда. И теперь посмотрим, как это выглядит на flex. Так. Только, наверное, надо вот это смотреть. Вот. Итак. Камера работы flex. Может быть, вы заметили, что правая колонка, серенькая, она тянется до самого низу. Заметили? До этого она не тянулась до самого низу. Она небольшая была. Flex сам автоматически умеет растягивать. Более того, обратите внимание на такое поведение. Я увеличиваю. И что происходит с этими элементами? Вам видно, что происходит, да? То есть у них вот сейчас он работает в таком размере. Раз. Место освободилось, стало две колонки. Раз. Три колонки. Заметно? Видно? Например, когда мы сужаем, они колонки все вытянут, они же не пропадают. Не пропадают, они вытягиваются, да? Вон они все идут, вон они вот так вот, да? Вот так вот. Вот. Если еще сужу, то у меня, наверное, та отрохнется. Но тут некуда сужать пока. Вот. И получается, что вот так вот я могу их регулировать. И видите, что? Они заполняют все пространство. Видно там в рамочке, да? Как-то. Или не видно? Вот эта вот карточка заполняет всю ширину. Автоматически. Чем не адаптивные верстки? Причем вот, средствами флекса все это сразу достигнуто. Но если не хорошее, не то что не хорошее, а сейчас я вам покажу. Секундочку. А этим я вам сейчас дам рамочку, чтобы было лучше видно. Так лучше видно рамочку. Вот так. Еще разок. Видите? Вот так вот. То есть здесь, кстати, а как это достигается? А достигается это очень просто. Я говорю для этих элементов, что у них flex-basis 200 пикселей. То есть база 200 пикселей. Ой, не тому. Вот этим. Flex-basis 170 пикселей. Вот этим прямоугольничком, которых куча. Но я говорю, flex-grow, единичка. Вы можете вырастать. Вы можете стать больше. И получается, что дальше система, когда я увеличиваю, она тянет эти элементы, потому что ей разрешили тянуть. Но справа есть колонка. И если оно, так сказать, колонки не тянется, я увеличиваю дальше. И он умеет. О, сюда опять влезет очередная колонка. И он следующую колонку туда запигачивает. Уменьшаю, он наоборот все это рассыпает. Все это автоматически происходит. Вот такое поведение, которое сейчас задается гораздо проще, чем было раньше. Это то, что сейчас используется практически вовсю. То есть, если мы сейчас зайдем на вот этот сайт, который с мобильными телефонами, и посмотрим, как вот эта штука сделана. Это опять будет F12. И опять сейчас тыркну на... А я, знаете, вот на контейнер сразу тыркну. И посмотрим компьютер, как оно здесь. Так, это нам не нужно. Так. Кто-то там еще есть. Вот это. Здесь иногда найти бывает несколько проблематично. Так, вот так несколько идут. Нет, вот здесь он дисплейблок пока выдает. Но я сейчас еще, знаете... Сейчас обновлю и посмотрим теперь вот эту штуку. Вот она. И она идет внутри вот этого. Что у нас здесь идет? О! Дисплейфлекс. Погнали. Дисплейфлекс. Это Яндекс.Маркет использует. Да, это новые относительные способы работы. Но опять мы говорим про то, как движется HTML, CSS. И, конечно, пройдет год-два, и это станет базой для многих уже решений. Вот это Flex. Вот. И, в принципе, на второй части HTML мы внимательно рассматриваем, и люди макетируют как раз вот. И, в общем, балдеет от этого приема. Вот. Но развитие не останавливается дальше. И есть еще вот такой вариант. Что еще можно было предложить? А вам не кажется, что вообще вот эта штука сильно похожа, ну, можно сказать, на таблицу? Ну, можно было бы в виде таблицы расписать, что вот это вот... Ну, табличка. Понятно, да? Да, я понимаю. Да. Да. Все садикают. Ну, вот. Ну, знаете, в принципе, вот таблицы, обычные таблицы, выстрелились, существовали, ну, практически с самого начала. И, в принципе, одно время, ну, по-другому нельзя было сайт сделать все сделанные таблицы. Потом таблицы, как вы думаете, почему начали отпадать? Очень просто. Какая революционная часть в развитии использования интернета произошла за последние годы? Все пересели на мобильные, да? И теперь возникает вопрос, как эту таблицу зафигачить, перевести? Вы знаете, вот на второй части HTML мы этой штукой развлекаемся, чисто чтобы, так сказать, ну, мозг свой напрячь. Это можно сделать, но эта морока, получается, на пустом месте, в общем-то, только чтобы свои навыки отточить. Вот. И получается дальше, что как бы вот... А что похожее вообще есть? Вот. И похожее оказалось, есть вот такая штука еще. Это верстка с помощью сеток. Грид, так называемый. Вот. Кстати говоря, обращу ваше внимание, вот этот и вот этот. Ну, не знаю, что это покороче будет чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, правда. Вот. И что и получается? Я там флекс давал, а теперь я даю вот этим элементам дисплей грид. Сеткой. И говорю, что шаблон сетки такой. Слева свободное пространство, сколько получится, в смысле, ну, остаток. А справа 200 пикселей. То есть я таким образом делю на две колонны. Я сейчас покажу, что там получается в результате. Три. Вот. Итак. С виду картинка как будто бы и не поменялась даже. Ой, вы знаете, я сейчас вам буквально на секундочку верну флексу. Дело вот в чем. У флекса есть одна нехорошая штука. Кто сейчас заметит, что не так в поведении элементов? Это карточки товаров. Карточки товаров. Такие сейчас два товара выбиваются. Самый нижний. Самый нижний. А потому что флекс по-другому работать не умеет. Он вот, да. Он, в принципе. Он должен другой размер? Нет, нет. Здесь логика такая. Я хочу, чтобы оно тянулось. Оно тянется. И оно тянется вот до туда. Я могу сделать, чтобы мне тянулось, но я хочу, чтобы оно тянулось. Поэтому оно тянется. А дальше получается, что тянется, работает флексброу. А дальше получается, что тянется по четыре, а здесь два вылилось. Да, совершенно верно. И получается, что система вынуждена, но это тоже растягивается. Она как-то свободное место. Да, она занимает свободное место, но карточка при этом растягивается, причем, так сказать, не слишком предсказуемо. Нет, я могу ограничить и сделать фиксированные размеры, но это неинтересно. А вот так вот получается не совсем то, что нужно. Работает каждый сантиметр. Да, каждый пиксель работает, конечно же. И вот такой вариант, вот такая карточка. Это неправильное представление. И тогда мне придется сильно голову ломать, как с этим поступить, как от этого отбиться. А теперь посмотрим, как грид выглядит. Вот это перед нами грид. Я, знаете, сейчас тоже сделаю, чтобы было красным видно. А я блю синим сделаю рамочку. Вот, рамочка видна. А как вам такое поведение? Все, 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 все. Правда к условию. Все идеально. Как? Все хорошо? Получается да. Получается да. Вот, причем, видите, адаптивы можно вот так вот сделать и так далее. Вот. Единственное что, чтобы оно вот так вот работало, здесь уже приходится, так сказать, немножечко сложные фразы писать. И теперь формулировка такая получается. То есть, если первые две колонки, вот которые большие-то были, да, вот которые, вот эти колонки были, вот эти вот, вот это и вот это. У меня здесь получается, ну, допустим, 170 там, не помню, сколько пикселей, а здесь получается, как бы, сколько, сколько получится, да, вот. И эта запись выглядит вот так вот. 1FR это свободный, ну, остаток размера и 200 пикселей. Две колонки я вот так обозначил. То здесь у меня хитрая штука. Теперь получается. У меня переменное число колонок в таблице, переменное число колонок, которое зависит от общего размера. Я говорю, я включаю автоматическое заполнение и указываю, что минимально 170, а дальше пусть растет куда нужно. А вот как оно будет расти, система уже сама смотрит. Смотрит она очень просто. 170, 170, 170, влезло, да. Я начинаю увеличивать. Она что делает? Она увеличивает, увеличивает до тех пор, пока, как вы думаете? Пока не уйдет, она не влезет. Да, пока следующий 170 не влезет. Как только я систему посчитал, о, влезла, она туда шла бысть, и у меня следующий элемент. Когда я уменьшаю, все точно так же происходит. А влезал, 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 перестал влезать. Ну, как оно перестало? Вот на 10 пикселей не влезло, да? Она упала вниз. А что с этим делаем? А с этим мы растягиваем. Ну, мы растягиваем все вместе. И вы сейчас видите вот такое очень полезное поведение. Это реально очень полезное решение. Вот такое вот идет. Когда все карточки растягиваются, и все растягиваются, одинаково. Ну, как же не полюбить такой вариант, грид, да, вот этого. Но сейчас вы пока не встретите его частного использования. Потому что он пару лет назад, у него было там порядка 70% использования где-то вот так. Сейчас у него там уже 90 с лишним процентов браузеров поддерживают его. Ну, вот этот вот вариант, он очень сильно претендует на призера в области верстки, в области решения HTML, CSS. Вот. И вот эту штуку мы смотрим на 3 части HTML. Так получилось. Также мы смотрим там, может быть, кто слышал такую слово bootstrap. Ну, здесь-то вряд ли слышали. Вебинар, наверное, слышали. И, вы знаете, возникает простой вопрос. Этот bootstrap я вам сейчас покажу. Там идея такая. Ой, нет. Это не bootstrap. Вот он, bootstrap. Вот смотрите. Так. Вот это дурацкие дела. Берем. Вот здесь вот, обратите внимание, название класса. Видно? Zoom, патроны и так далее. То есть сделали систему, в которой они закрепили прямо название класса, в которой занимается именно конкретно вещами. То есть вы должны знать эти названия. Помните, помимо тегов, помимо CSS, вы должны знать эти названия, чтобы потом их использовать, вот эти названия. Вот. И там вот этих названий довольно-таки много. И вы должны знать вот эту концепцию. Но получается, вот вы смотрите, вот этот код. Видите, да? А я сейчас вам покажу исходный код. MainDivDiv. Видно, да? MainDivDiv. Теперь снова еще раз здесь. Ой. вот он а здесь – main, div, div, div то есть еще одна прослойка All July получается нужна – чтобы я четко определил все нужные контейнеры правильно все разделил ... ... ... возникает очень интересный вопрос а нафиг всё это нужно, если есть замечательные гриды я не стал здесь сильно выпендриваться В общем-то, ну, вот они вот так вот себя ведут в данный момент. Вот. Поэтому, в принципе, вот эти вот так называемые движки или фреймворки, там вот по-разному их называют, вот эти bootstrap, их там другие тоже есть, мы тоже на HTML третьей части смотрим, вот у них какое будущее сказать сложно, потому что, в принципе, у них, так сказать, отъедают вот эти средства последние, которые есть. Вот такая здесь ситуация. Но, что интересно, сами вот эти вот bootstrap работают на flex, гриды там, по-моему, не используются. Вот. Хотя, может, там как-то настроить, я, честно, не помню. Вот. Ну, вот такая ситуация, что получается, что очень много посторонних технологий, которые, ну, что-то облегчают в работе, ну, HTML, CSS в чистом виде, они сами очень-очень много всего могут, поэтому, в принципе, знать их очень даже хорошо. Поэтому, если, так сказать, планируете в разработке как-то себя, в общем-то, определять, то, ну, в общем, здесь вот это. Но, вы знаете, вот вебинар, наверное, подскажет, когда работодатели говорят про HTML, CSS, здесь еще одно слово, третье используется. Подскажите, какое? Знание HTML, CSS и... И... О, Вячеслав, совершенно верно. JavaScript. Вот, JavaScript. Вот. Это уже программирование. Это так называемый фронт-энд. Это то, что работает на браузере пользователя. Есть backend, который на сервере работает, там удаленно. А есть front-end. Вот это HTML, CSS, это все front-end и JavaScript тоже. Правда, JavaScript, конечно, есть backend-эндовый тоже, но это уже другой разговор совершенно. Вот. А JavaScript нужен вот для чего. Дело в том, что... А что, вам понятна задача HTML, CSS? Это, например, что сделать? Структурировать и CSS оформить, да? Это понятно. Вот. Сейчас буквально один момент. Я просто покажу. Жужу. Что-то вот я сейчас покажу. Так. Вот смотрите. Вот перед вами электронные формы. Это называется электронная форма. Этим занимается HTML как раз. CSS позволяет ее оформить, но она от этого менее страшно не смотрится. Вот. Вам такие флажочки знакомы? Да. Вот. И, в принципе, ой, я не буду всех перечислять. Я думаю... А давайте я хотя бы присутствующих отмечу, которые здесь сидят. Фамилии? Орлов. А это сколько людей? Орлов. А не, вот это на вебинаре. На вебинаре там сколько? Там человек 18 сейчас сидит. Там был 20 с чем-то, а сейчас 18. А ваша фамилия? Кузнецова. Кузнецова. Вот Кузнецова есть, а Орлова что-то я не вижу. Я не вижу. Так. Ну, я Кузнецова отмечу в любом случае. Кузнецова отмечу. Да. Вот. Знаете, я сейчас... Там есть Мельникова, вот Дмитрий Мулов. Дмитрий... Ну, я не буду всех отмечать, это никакого значения особо не имеет. Ну, блин. Не, нет, ну, это не важно. Я должен нажать кнопочку сохранить. Вот. Вот все, что я давайте до этого делал, и то, что я сейчас вот начну нажимать, это все фронт-энд. Но эти данные уходят на сервер, и там начинается бэк-энд. Там принимаются эти данные, вносятся базу данных, я нажимаю сохранить, и мне сейчас сервер отсылает обратно HTML-страничку, CSS, ну и так далее, которая не отсылается. Ожидание. Все зависло. Ожидание. Ожидание. Ну вот, еще не хватало. 120 человек. Не, на самом деле, вы знаете, там еще смешнее бывает. У меня как-то был такой вебинар, давно, правда. Загистрировался 10 человек, а пришел 11-й. Вы не поняли? 11-й. Он пришел единственный, который шел по коридору, узнал, что рекламный вебинар, его не было в списке, и он был 11-й, а в IT-10 не пришли вообще. Такое тоже бывает. Вот, 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 и так сработало. И видите, здесь вот появилось вот такое сообщение, видно? Данные сохранены, да? Это мне сюда прислало все это. Вот, а я вам сейчас покажу, как... Ой, сейчас, секундочку. Это мне надо вот сюда вот. Мне надо сейчас... Семь. Так. Видите? Вот так вот. Вот, добрался. А как вы думаете, что означает вот этот плажочек? Ой, нет. Сейчас. Вот этот. И что он сделает? Выставляем в вашу... Всем. Всем. То есть, когда я нажимаю на него, у меня галочки проставились везде. Заметили? Да. Ну, это как вот удалить, там, я не знаю, из корзины. Ну, вам понятно, да, вот эти моменты. Вот. Или, например, я... А если вы... Вы считали, что это было конкретно? Нет, нам проще поставить галочку, а потом убирать тех, кого нет. Чтобы не видеть поставить... Самое интересное, что он мне так и не запомнил это дело. Вот это, пожалуй, самое занятное. А почему не запомнил? Хорошая... Так, Орлов у нас... Там, понимаете, здесь оно с фамилией идет, а там оно здесь с именем идет. Вы сказали, что он убрал. Зараза. Так, там была еще... Мельникова. Так, вторая попытка нажать сохранить. Так, ну-ка. О! О! Сохранил. Хороший вопрос. А кто его знает? Что-то там пошло не так. И... Я думаю, это голос. То есть, он как команда начинает смущаться. Чего-то, я думаю, здесь голос пока еще... Не доросли они еще до этого. Ну, короче говоря, вот эти вещи, то, что вот так я включал, этим скрипты как раз и занимаются. С того, что и мы делаем, так делать нельзя. Поведенческие вещи. Например, когда вы билет заказываете, вы выбрали дату полета. Такое-то, да? Но вам отображается дата отлета. Какая она должна быть по умолчанию? То есть, вы выбрали, например, 10 октября туда. А теперь у вас... Вам надо выбрать обратно. Что вы ожидаете увидеть в этом поле? Позже. Позже. Но что означает позже? Откуда система это возьмет? Что и мы сесса не знают ничего о ваших данных. Этим занимаются скрипты. То есть, когда вы выбрали 10-е, JavaScript, он увидел, программа увидела, и она быстренько вот это второе окошко, да, она переправила на другие даты автоматические. Это все происходит через скрипты. Вот эти поведенческие вещи, они работают через скрипты. Очень сложная система бронирования, вот эти вот, когда вы выбираете отель, там, по куче критериев, вы выбираете это, и сразу куча отелей пропадает, например, да. Это все это через JavaScript и все это делается. Вот. Но это чистое программирование. Программирование всегда долго и нудно, поэтому по скриптам у нас очень много уровней разных. Но это чистое программирование. Вот здесь я рекомендую изучать так, что вы как бы посмотрите, оно может быть вам вообще никак. То есть, есть те, которые аж таймы, ну, никак не идет, да, бывает такое. Вот. Но там бывает почаще ситуация, когда человек, вот, не понимает он дресса. Конечно, это преподаватели сильно зависят от этого момента, но у нас народ опытный, поэтому здесь, так сказать, на это винить сейчас бесполезно. А вот то, что у человека мысленнее другое, то тут как бы ничего не поделаешь. Ну, не может он такой понять. Ну, не готов. Вы знаете, я здесь довольно давно работаю, и как-то бывала ситуация, когда у нас был курс, где был HTML, CSS, JavaScript в одном. И когда дело дошло до скриптов, сидела там дама в возрасте, лет 70 ей было. Вот, там молодняк сидел и так далее. Ну, думаю, сейчас покатимся. Потом думал, а там у нас проекторов не было, я ходишь так мимо компьютеров, вот так они там по P-образной схеме стоят. И мне даже страшно было к ней подходить. Я там пояснил, что смог, народ уже экспериментирует. Молчит дама. Думаю, так, интересно, что будет. Что у нее там подошел? Смотрю, она там фигачит. Я спрашиваю, слушайте, а вот это вот? А я говорю, хочу так посмотреть. Теперь что будет? О, говорит, получилось. Я спрашиваю, ну, понятно, программировали-то от того, что первый раз вижу. Логика. Логика. Вот, вот мышление вот такое, логическое, да? И вот там, конечно, нужно для скриптов оно назначить совершенно. А структурное мышление нужно для HTML-CSS, как структурированное, а логическое мышление очень актуален для программирования уже. И если у вас оно, ну, не как, то тут уже, ну, не так, скорее всего, и будет результат. Такое тоже бывает, в общем-то. Поэтому, вы знаете, с другой стороны, человек должен попробовать себя везде. Почему нет с другой стороны? А вдруг это ваше? Вдруг вам это понравится, и вдруг вы действительно сможете, так сказать, развивать в этом тоже. Ну, в принципе, вот. Я, например, не собираюсь вот так, честно. Тем более, я как бы немецкий такой. А на курсы пошла, если на что? Ну, если будет, купить. Да, да, да. Вот. А теперь, значит, что у меня сейчас профессиональная такая, мне зовут участник, выбрать новое, купить мобильник. Я не знаю, какое. Я, значит, думаю, надо узнать, у вас темы, как вы учаёте, будущие. Ну, значит, в каком управлении тут собираетесь? Ну, мы... Можно на каком языке, я понимаю, как выбрать. Я вижу, чисто практично. Нет, мобильник выбирать мы здесь не планировали. А вот куда развиваться? Да. А вот куда развиваться, смотрите, да. Здесь есть... Нет, ну, сейчас Chrome, конечно, там достаточно большое количество. Да, поэтому тут... Ну, Chrome, он везде устанавливается. Ну, да. То есть, допустим, в какую сторону... Ну, ну... Мобильники не угадаешь, какие покупать. Ну, я не жду. Нет, не жду. Я не могу перед тобой дремиться. И катайся, на какую программу выходить. Нет, нет. Так, сейчас, секундочку. Я тогда сейчас... Вебинар. Есть ли у вас вопросы какие-то? У вас нет? Да. И вопрос. Я сын. Вот. Ну, если будут какие-то мысли, то пишите на почту. В общем, вот, если что. Так. Ну, что ж. Тогда всем удачи. Приходите к нам на курсы. HTML у нас очень часто идет. Вот. Да. Если у вас будет мысль по поводу открытого обучения... Пожалуйста, слушайте. По поводу обучения. Да. Вот, кстати, для HTML великолепно подходит режим открытого обучения. Это когда человек сидит в наушниках, смотрит видеозапись и занимается своей скоростью. И преподаватель в любой момент может ему помочь. Вот. И, в принципе, получается, что тогда, если он что-то не понял, ну, ради бога, кто его торопит? Сиди, понимай. О, понял. Вот. У меня как-то там слушаться училась, на что и мыли. Она два занятия занималась тем, что мы делали им за полчаса. Остальные два занятия она сделала все остальное и с добавкой. То есть, когда она въехала, а въезжала на два занятия, потом она понеслась вверх по трамплину. А в группе она бы сидела и теряла. Не дистанционно, а режим открытого обучения. Открытое обучение – это когда вы по записи занимаетесь. Оно может быть и в режим вебинара. Остановили, подумали, непонятно, вопрос задали. Вы же все это поэкспериментируете, у вас что-то не получилось. И здесь всегда преподаватель вас с удовольствием поможет и решит проблему. Я сижу здесь. Если вы здесь сидите, я к вам подхожу. Если вы в чате… Да, в открытом чате. Нет, еще раз. Там может быть по вебинару обучение, а может быть вот так. В смысле оно и так, и так идет. Если вы пришли в группу и вы сидите за компьютером, то я к вам подхожу и мы с вами решим проблему. Если вы по вебинару подключились, тогда мы общаемся через сервис вебинаровский, вы туда файлы сбрасываете и вопрос задаете, я вам отвечаю. А в скале где вы где-то отвечаете? Там смотрите, как получается. Ну, поскольку когда я здесь захожусь, я могу отвечать другому человеку, например. Я сюда вернусь, я увижу ваш вопрос, я отвечу соответственно. А в скале где вы отвечаете? Да, там по-разному бывает просто. Там мы можем… Там проблема какая-то возникла. Ее там по-разному бывает. И здесь по-разному бывает тоже. А там видно сразу, что прибыватель отвечает. Там вот это… Первый уровень, да, 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 это первый уровень. Сколько занятий? Восемь занятий. Восемь занятий. Каждое занятие – это… Четыре часа. Четыре часа, да. То есть там 8 на 4 – 32 академические часа получается. Вот. У нас есть разные варианты. Оно может быть и сдвоенное занятие. Там утро-день. А это мы сами выбираем, да? Да, это вы сами выбираете режим. Ну вот я говорю, для вот этого курса отлично подходит открытое обучение, потому что оно прям ложится на вот эту программирую великолепно совершенно. Один привылатель рассказывал смешную историю, как человек занимался открытым обучением у него, и под конец он с удивлением узнал, что есть видеозапись, потому что он там по методичке все сделал, в общем-то. Методичка хорошая, наверное, оказалась. Это по программированию было где-то там. А так вы по видеозаписи занимаетесь, там все показано, все рассказывано. А вот этот первый уровень, он позволяет, как вы говорите, примитивные сайты уже? Ну, в принципе, рабочие сайты уже можно делать. Единственное, они будут статические, потому что там нет никакого программирования, конечно, и нет каких-то изощрений там, в общем. Но это рабочие решения уже будут. А у меня еще такой вопрос. Будет в Яндекс.Марк сходить или делить исправление? Это какая-то, как я бы сказать, больше не в интернете? Нет, конечно. Дело вот в том, когда я... А в России сходить? Нет, просто когда браузер загружает информацию, он загружает ее в оперативную память. А, все, из нее из оперативной памяти? Да. Поэтому я работаю здесь не с сайтом, а с тем, что у меня в оперативной памяти. С деревом. И поэтому я могу вот это все поменять, как захочу. Ну, вы знаете, цели могут быть разные, в том числе не очень хорошие. Как вариант, человек поменял, сделал скриншот, разместил в соцсети, все вуу... Каждый может зайти, поменять, и красным я увижу не мобильный телефон. Да? Ну, нет. Вы делаете скриншот, знаете, что это вы снимок экрана, да? Да, да. Размещаете его в Фейсбуке и там ржете, типа того. Ну и остальные тоже. Ой, какая их вообще? Ну, вы же фейки сделали по большому счету, да? Да. Вы же обманули, да? А дальше уже по-разному к этому относятся. Вот так делаются фейки. Можно сделать любую страницу, взять любую страницу, поменять любое наполнение там, или сколько там, чтобы, так сказать, неаккуратно, да? Сделать скрин, разместить его и поржать. Кайпануть вот так вот получается. Да. Вот. Ну, за попу возьмут или нет, это вопрос сложный, как бы, смотря на каком уровне вы это делаете. Но штука нехорошая, конечно. Так, ну, вебинар. Всем тогда удачи, всем хорошего, так сказать, продолжения дня, вечера и всем удачи. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо, вас. Спасибо. Спасибо.